Когда собака внезапно забежала в переполненную больницу, персонал был потрясен и попытался прогнать ее. Но одна из медсестер подошла достаточно близко, чтобы увидеть, что она держит в пасти, и это открытие заставило ее расплакаться. Около шестья нолю утра Песджек начал свою ежедневную утреннюю пробежку. Он предпочитал вставать пораньше, потому что люди еще не выходили на улицу. Это означало, что он мог получить свою еду без помех, как обычно, он неторопливо направился к мусорным бакам за вереницей ресторанов на главной улице Бронсуика в Соединенных Штатах. Он не испытывал неприязни к людям, но и не особо доверял им. За девять лет, проведенных на улицах, он убедился в жестокости и бездумии, на которые они были способны. Ему часто приходилось сталкиваться с их бездумным поведением, но было кое-что, за что он всегда будет им благодарен. Это их привычка выбрасывать остатки еды в конце каждого дня. Именно среди этих ящиков его чувства внезапно обострились. За одним из них у кирпичной стены лежало старое одеяло. Внутри что-то было свернуто и шевелилось. Джек медленно приблизился. Пахло человеком, что ему не понравилось. Но когда он прижался носом к свертку, чтобы узнать больше, он понял, что этот запах отличается от любого человеческого запаха, который он когда-либо улавливал раньше. Инстинкты подсказывали ему, что это что-то крошечное, хрупкое и беспомощное. Даже если бы это был человек, он бы умер, если бы он что-нибудь не предпринял. Посмотрев на одеяло несколько минут, Джек обнюхал его и повернул сверток так, чтобы можно было осторожно взять его ртом. Затем он поднял его. Теперь он был бездомной собакой на задании. То, что находилось под одеялом, немного пошевелилось, а затем полностью обмякло. По его собачьему разумению, Джеку пришло время принять следующее решение. Что теперь делать? Ему нужна была помощь. Но для открытия ресторанов было еще слишком рано. Это означало, что поблизости пока не будет людей. И как бы ему не хотелось оставаться равнодушным, он понимал, что ему нужна человеческая помощь. Крошечная фигурка на одеяле снова задвигалась. И Джек осознал срочность своей миссии. В нескольких кварталах отсюда было странное здание, где он иногда собирал еду. По опыту он знал, что там всегда есть люди, которые приходят и уходят в любое время суток. Через пять минут, завернув за последний угол, он понял, что был прав. Там было много людей. Некоторые толпились на парковке, а другие спешили через раздвижные двери. Слева к нему приближался большой грузовик. Он мигал красными огнями и издавал ужасный воющий звук. Джек немедленно направился к раздвижным дверям. В больнице Бронсуэка вот-вот должна была начаться смена персонала. Пациента из машины скорой помощи везли в одно из отделений неотложной помощи. Медсестра за стойкой вызывала по внутренней связи дежурного врача скорой помощи. Именно тогда она заметила собаку. От этого зрелища у нее сразу же встали дыбом волосы. Конечно, была проблема гигиены, но собака в отделении неотложной помощи неизбежно отвлекала внимание. А это была не та обстановка, в которой приветствовались отвлекающие факторы, только не в ее дежурство. Поэтому она вышла из-за прилавка и сразу же начала отгонять собаку. Джек видел, что женщина пытается прогнать его. Она даже не взглянула на сверток у него во рту. Его инстинктивным желанием было бросить одеяло и его содержимое на пол и уйти. Но по какой-то причине он решил найти другого человека. Он ловко обошел разъяренную женщину и вбежал в маленькую кухню. Три дамы пили кофе. Сначала они его не заметили. Но когда заметили, две из них тут же начали прогонять его прочь, точно так же, как пыталась сделать дама за стойкой, маленький сверток у него во рту снова зашевелился, и Джек с надеждой посмотрел на третью женщину. Она вопросительно смотрела на него. Затем она встала со стула и подошла к нему, заговорив тихим голосом. Джеку она сразу понравилась. Она была не похожа на остальных, поэтому он подпустил ее ближе. Когда он убедился, что полностью завладел ее вниманием, он осторожно опустил сверток на пол и отступил на шаг. Анжелина Поттер проработала в больнице Бронсуика почти 10 лет, и это был первый раз, когда она увидела что-либо подобное. Она знала собак и знала, как они общаются с людьми. Поведение этой собаки было напрямую связано со свертком в ее пасти, и когда он бросил его на пол и отступил, не отступая ни на шаг, она поняла, что это важно. По состоянию шерсти собаки она поняла, что это бездомный пес. Анжелина не хотела пугать животное, но в то же время понимала, что ей нужно как можно быстрее схватить маленький сверток, лежащий на полу. Она сделала еще два шага вперед, стараясь говорить тихо и ровно, пока разговаривала с собакой. Он отступил еще на шаг. У нее было ощущение, что это было сделано для того, чтобы дать ей доступ к свернутому одеялу, и что он не успокоится, пока она не заглянет внутрь. Когда она опустилась на колени на пол и осторожно развернула сверток, на ее глаза навернулись слезы. Это было последнее, чего она могла ожидать. Однако она поняла, что это еще до того, как откинула последний слой одеяла. Это был крошечный ребенок, которому было не больше нескольких дней от роду. Он едва дышал, а его кожа посинела от холода. Анжелина немедленно приступила к действиям. Она крикнула медсестре за стойкой, чтобы та вызвала врача. Она добавила, что ребенок находится в тяжелом состоянии, угрожающем его жизни. Она согрела руки, потирая их друг от друга, и начала постукивать по груди ребенка и ступням, чтобы посмотреть, не появится ли реакция. Ничего. Однако у младенца было сердцебиение, и это вселило в нее надежду. Когда прибыл врач, она отошла в сторону. Он проверил сердцебиение и прислушался к признакам того, что младенец дышит. Затем его увезли на каталке. Анжелина медленно выдохнула и снова обратила свое внимание на пса. Она похвалила его за действия и протянула руку в надежде, что он позволит ей прикоснуться к нему. Для Джека это было необычно. Эта женщина пыталась дотронуться до него. Обычно он никогда бы этого не допустил. Но она ему нравилась. В глубине души он знал, что она добрая. Однако он понятия не имел, что то, что произойдет дальше, изменит всю его жизнь. Когда Анжелина поднесла руку еще ближе, пес расслабился. Она нежно положила ладонь ему на голову, а затем начала поглаживать его за ушами. Она хотела вознаградить этого невероятного пса за спасение жизни новорожденного. Но она знала, что для этого ей сначала нужно завоевать его доверие. Джек уже решил, что этот человек станет его другом. Она потрепала его за ушами именно в том месте, которое он так любил. А когда повернулась, чтобы взять куртку с вешалки, он последовал за ней по пятам. Анжелина улыбнулась, когда пес сел и стал смотреть, как она натягивает пальто. Затем, еще раз погладив ее по уху, она повернулась и направилась к двери. «Ты идешь?» — спросила она через плечо, похлопывая ее по ноге. Джек понял и последовал за ней к двери. Три месяца спустя многое изменилось для бездомного пса, ребенка которого он спас, и самой медсестры. Во-первых, Анжелина забрала Джека домой, и теперь он жил с ней постоянно. Это был его самый первый постоянный дом, и он прекрасно адаптировался. Но на этом хорошие новости не закончились. Джек не мог поверить своим глазам, когда однажды вечером его новая знакомая вернулась с работы с маленьким свертком в руках. Он сразу узнал запах и подпрыгнул от волнения. Крошечный человечек у нее на руках был тем самым, которого завернули в старое одеяло в переулке за итальянским рестораном. Анжелина села, держа младенца на руках, а собаку — у ног. Три месяца назад ее жизнь была одинокой, а теперь, благодаря смелым и разумным действиям этой великолепной бездомной собаки, у нее появилась семья, которую она будет любить вечно. Какой прекрасный финал!